Человек и хищник И в этом споре мы, как существа разумные, обязаны быть снисходительными и великодушными, обязаны быть умными и осторожными. А еще, как однажды сказал Антуан де Сент-Экзюпери, устами маленького принца, мы всегда в ответе за тех, кого к себе приручили. Ася Хадулаева уже несколько лет занимается выхаживанием львят, от которых отказались их мамы и хозяева. Начало интервью с ней было в предыдущих сюжетах. Мы предлагаем вашему вниманию завершение нашего с ней диалога. Общаетесь ли вы с людьми, которые также в Дагестане разводят львов? Каждый человек, кто занимается разведением, они все консультируются у меня, либо я консультируюсь у них, советуюсь. Вот эти львята, например, они попали совершенно случайно. То есть парень, ну, три года назад он приобрел льва и льви за себе. Но все они у него очень красивые, крупные, он их держит в хороших условиях за городом. Вот у него родились львята. Мать от них сразу отказалась, он не знал, что с ними делать, поехал в зоомагазин. Тогда мы им передали мой номер, что вот, девушка занимается разведением, он приехал ко мне, говорит, я вас умоляю, посмотрите за моими львятами, я вам их дарю, просто чтобы они жили в хороших условиях. Это вот эти львята, получается? Да, так они у меня и оказались. А чем отличаются львы от леопардов? В первую очередь своим характером. Леопард, они гиперактивные, просто ужас какие гиперактивные. Она ни минуту не сидит. Это эгоисты. Вот, допустим, я гуляю со львом, лев идет за мной. А когда я гуляю с ней, я должна идти за ней. То есть она неуправляемая. Вы ее на поводке, да, держите? Я ее, ну, когда рядом люди, я ее держу на поводке. Когда людей нет, я ее пускаю, сама с ней бегаю, она на меня охотится уже, кидается. Ну, у меня специальная одежда, вместе когда я гуляю с ней, то есть она меня кусает, по мне бегает, прыгает. Это она кажется таким ангелочком. А до какого возраста вы собираетесь вот леопарда именно представлять у себя, воспитывать? Ну, наверное, уже не больше месяца. А еще такой вопрос. Именно в квартирных условиях. Еще такой вопрос. Вот вы когда отдаете их, какие чувства вы испытываете? Боль, слезы. Вы привязываетесь к ней. Да, что еще. У меня был очень сильный такой разрыв с моей львицей, вот, которая говорила, болеет. Болела все. Вот я просто у нее месяц, я даже сейчас могу ее вспомнить и прослезиться. Вот на самом деле это была очень умная львица. Таких людей не бывает, какая была она. Часто ли болеют ваши львята и при каких условиях они могут заболеть? Во всех малышах, так сказать, львятах, леопардах, у них сидит вирус. Ну, в маленьком возрасте. Потому что они не получили должного иммунитета от матери. Они находятся на искусственном скармливании. Самое главное не дать этому вирусу вылезти, чтобы не подхотел ни грипп. У них бывают и гриппы, и чума, и все такое. Я прям как забираю от матери, то есть мне отдают, я сразу же даю им витамины. То есть это, ну, германские витамины, они привозят мне по заказу. Вот, благодаря им, вот, мои малыши сейчас достигли леопарда трех месяцев, девятым месяцем. Вы обращаетесь к врачам, к ветеринарам? Ну, вот, у меня было два случая, когда я думала, что все, львица уйдет на тот свет. Но, благодаря ветеринару Пакалов Амар, он работает на Шибалдаево 52, он их вытащил с того света. Он им провел должное лечение, что я им очень сильно благодарна. Другие врачи, ну, ко мне много обращаются, девушек, парней, которые с Москвы, с Ростова. Они говорят, вот у нас такая болезнь, что нам делать? Мы не знаем, к кому обратиться. Я говорю, ну, я вам не могу с Ростова приезжать, чтобы вы приехали сюда, в Махачку. Наверное, у вас там тоже есть специалисты. Ну, ходят, но половина умирают. И львов, и леопарда. Получается, наши ветеринары не особо, да, практикуют? Ну, вот ветеринар Амар, он сам держал льва. Ну, то есть, ему подарили льва, и он знал их физиологию, знал их, какие у него болезни все. И моего льва он вылечил спокойно. Вот месяц лечения он его довел до такого уровня, что этот лев был не узнаваем. Кем он был и кем он стал. А здесь в Махачкале больше никто не принимается за лечение львов? Ну, у нас есть еще один ветеринар, но, не знаю, как-то мы с Амаром, что ли, больше язык нашли, да. И он меня понимает с полуслова, и я его. И он моих животных любит сам. И он готов с ними работать. А помните ли вы всех своих питомцев по кличкам? Конечно. У меня... С каждым у меня что-то связано. Отдельная история какая-то, да? Да, у меня с каждым есть отдельная история. Ну что, пожалуй, все. Спасибо, Ася, за то, что пришли. Мы вам желаем удачи. Спасибо, что пригласили. Также и вам успехов. Спасибо. Когда мы только планировали это интервью, мы даже не подозревали, что на самом деле эта история, кажется, не про львов. Это история про людей, которые могут быть сильными и добрыми. Это история про людей, которые могут оставаться людьми даже рядом с самыми свирепыми хищниками. И уже одним этим показывать свое превосходство. Саима Насрулаева, Мухаммад Хаметов, Мухаммад Абакаров и Магомед Тагир Муртазалиев специально для проекта «Время молодых». Саима Насрулаева, Мухаммад Абакаров и Мухаммад Абакаров, Мухаммад Абакаров и Мухаммад Абакаров. Саима Насрулаева, Мухаммад Абакаров и Мухаммад Абакаров, Мухаммад Абакаров.